Музыка Всем привет! Никуш, давай рассказывай, куда мы собираемся? В Орландо, в Юниверсал. Мы едем тусячить. А почему мы туда едем? Потому что Алисе будет 8 завтра. Завтра 8 лет, день рождения. В комментариях принимаем поздравления для Алисы. Мы будем несколько дней сейчас висячить в парке развлечений. Привет! Завтрашняя именинница. Ты готова врываться в свой праздник? Да? Мне больше интересно не праздник, а больше интересно вообще-то Гарри Поттер. Гарри Поттер? Да, мы, кстати, уже были в Юниверсал студии, когда жили в Лос-Анджелесе. Да, 3 года назад. И в Лос-Анджелесе мы ездили в Юниверсал. И тогда Николь и Алиса еще не перлись по Гарри Поттеру так сильно. Их были в Лос-Анджелесе хуже. Да, а здесь, в Орландо, огромный парк Юниверсал. Хотите посмотреть его вместе с нами? Это будет супер круто. Скорее всего, я не знаю, или в этом уже влоге, или уже в следующем. Обязательно посмотрите. Так вот, там будет целый большой замок Гарри Поттера. Магазин с волшебными палочками. Там, короче, целая куча всего. И мы там будем 2 или 3 дня, в общем, посмотрим. Да? Ура! Алиска, ты тоже хочешь? Ты больше кататься на аттракционах хочешь? Да, мы говорим, что это и есть подарок. А если сказал, мне ничего не надо, отвезите меня Гарри Поттер. Вот. Это и есть подарок. Только я хочу, чтобы ты тоже наслаждалась. Вообще, я не хочу, чтобы ты занималась с Евой. Вот так. А что нам с Евой тогда делать? Куда ее деть? Нет, ну... Как ты будешь наслаждаться? У нас есть человек, которого вестибулярка очень слабая. Да. Вика. Да, с нами будет и Саша будет вместе, и Вик будет. Да, мы всей семьей едем. В Орландо, тусячить в парке развлечений. И если что, мы Еву, короче, сбросим на кого-нибудь. Да? Ну, Саша сказал, он для Вика все подготовит. Таблетки от укачивания. А, да? Так что-то же, прям, я тоже не знаю. Вот. А я вот думаю, может быть, нам на Сашу сплавить Еву? Здрось. Ну, по очереди. А как снимать тогда? Саша же не снимается. Как быть? Как мы это все снимать будем? У нас... Саша приглашает. Вот, у нас все время, когда Саша с нами ездила, все время я снимаю, я снимаю вперед, а она всегда за камерой. И ее такая задача все время держаться за камерой была. Так и в этот раз будет, собственно говоря, ничего не поменялось. Давайте, короче, мы собираемся. Нам нужно сейчас распределить газированную воду и обычную. Вот, смотрите. Обычную газированную воду нужно распределить в машине. Девочки, это вам задача. Пожалуйста, отнесите воду в машину и разложите ее по этим самым везде, чтобы она стояла в дверце, в дверце поразложите. Впрочем, каждый по двое, да? Да, чтобы было по бутылочке по двое. Так, ну, как всегда, наши сборы. Так. Хотели в 10 выехать? Нет, в 12. А, в 12. В 12 у нас был план. В 12. В 14.41. На 2 часа. На 3 часа, как всегда. Ну, я так и планировала. Так. Я подружка скоро приедет, она даже не знает, что мы уехали. Вот так, да? Я предлагаю после того, как мы вернемся, сделать бюстдейный поход. Можно только с одной девочкой? Я не хочу с другими. Ну, почему? Я не с другими подружилась, я с другими, но не так. Ну, просто, знаешь, просто. Ну, хорошо, мы позовем Алису, подружку Баниколь. Это и какую-то, пусть они подскажут. Какую-то пати, да? Да. Манеж, чемодан, скейтборды, сумка. Поехали. С обувью. Так, вы уже тут все сели? Пончики мои. В то время, когда можно без гадости. Вот едут все в машине. Ага, можно всякая, да? И все, чипсы, вся перда, лишь бы молчали. Все, мы выдвинулись. Пончики все, кто в чем. Серпи, белка, белка, подожди, белка, белка. Подождите, белку, белку, засниму белку. Вот она. Они тут везде лазают просто, их такая куча. Привет, белка. Ты хочешь привет белке сказать? Это черпи, белка. А, она там на дереве. Так, мы выдвинулись. Николь в телефоне, Алиска смотрит мультики. Я пересмотрела N. Я не повесла к ней. Девчонки ездят какие-то на, там сам, на гольф-каре. Алиска сзади там вообще выпало. Лежа едет. Кстати, сейчас заедем, купим кроксы по дороге, тапки. И после этого уже сразу выдвигаемся. 3,5 часа нам ехать до Орландо отсюда на машине. Ну, короче, к вечеру как раз будем. Ты разлила, моя сладкая малышка. Папа, пришли кроксы быстренько покупать? Нет, они спадают с меня. Спадают? Ну, туда иду. Давай, тогда быстренько, другим миле. Что вы там за тапки выбрали? Алиска, это одно вторых? Да. Чик. По размеру теперь. Уходила как-то. Леги, пяточки торчали до этого. О, лядь, смотри, как поместились. Ага, давай, перебывайся. Класс. Все накупили в магазине и снимали, потому что там бомбила музыка, да? Да, мухи бомбит музыка, ты что? Там говорить даже сложно, не ты что? Классно. Все, купили Венсы еще и купили, по-моему, Найки. Все, выдвигаемся в дорогу. Так, у нас впереди сейчас, сколько там, 150 миль, наверное, до Орландо, до парка развлечений. Короче, нам 3,5 часа дороги. Я надеюсь, что через полчаса никто не завайдотит. Хочет 50. 50, 50, быстрее. Так, мы уже полпути проехали. Смотрите, какая прямая дорога впереди. Просто вот вообще прямая, мы по ней уже сколько едем, а она прямая, непрямая. Вообще, вот это мне, конечно, очень нравится в Штатах, что ты когда на трассу становишься, и можно, не за 100-200 километров, дорога может быть абсолютно прямая. Потому что мы наравнизим. Да. Закат в России. Но в Италии же то же самое было. Во всех цивилизованных странах хорошие дороги, не только в Америке. Да, да, стоите. Вот. Так, ребята, подъезжаем, смотрите, вот он Юниверсал. Вот, вот, Юниверсал Орландо. Вот, смотри. У нас отель будет в итальянском стиле, Портофино называется. Итальянский. Да, был балийский. Будет на ностальгия как раз. Подожди, а в каком должен был быть, типа, Бали-стайл тоже какой-то там? Не знаю, не помню. Короче, выбрали мы в итальянском стиле. Отельчик Портофино. Да, 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 Портофино. Портофино. Ой, все темно. На самом деле не так много времени. Времени 7-20. Пол-восьмого. Да, пол-восьмого. Ну, темно. Но уже стемнело, да. Хотите рум-тур посмотреть? Ну, конечно. Рум-турчик. Сейчас сделаем для вас рум-тур. А напротив хард-рок отель, в который мы не стали селиться, потому что там, ну, совсем они такие по-взрослому номера. Ну, здесь тоже в итальянском как бы не совсем детские. Но, по крайней мере, по-итальянски как-то. Может, и завтраки итальянские будут. Итальянские завтраки. Так, мы уезжаем. Сейчас будем посвящать. Боже, как красиво я уже там вижу. Уже видишь, да? Уже прям это Италия. Мы приехали. Сразу нам напоминают Италию. Вот эти балочные потолки. Деревянные балки такие огромные. Италия. Саша с Виком уже подъехали. Очень все так по-итальянски. Ой, боже. Какое счастье. Так, слушайте, прям здесь все как в Италии. Ставни такие, как в Италии. Деревья такие, как в Италии. Николь, как в Италии. Кто помнит, как Николь говорила по-итальянски? Пьяца. А куда? И там дальше гондолы будут. А почему ты не пьешься? Николь же болтала, ходила. Ты ходила в итальянскую школу почти два года. В садик, а потом в школу. И говорила по-итальянски. Реально прям круто говорила по-итальянски. Наш вход. О, боже, как красиво. Так. Так, меряй температуру. У нас всем сейчас. Посмотрим, что у нас здесь. Люстра. И начинается Италия. Все разрисовано. Ребята, кто там не был, если вам посчастливится попадать в Европу, обязательно, обязательно вам нужно посетить Италию. Италия это, наверное, самое гениальное, что можно найти в Европе. Ну, правда. Красивее я пока еще ничего не видела. Пьяца опять. Вот там реально все вот так же выглядит в Италии. Они очень умеют создавать красоту. Вот так, да, вот такие улочки, вот такие украшенные витрины. Как же я хочу вернуться в Европу, жить. Так, ну все, дети облепили нашего Вика. Все обнимашки, да? Ты счастлива, Алиса? Я компаньон, который такой же будет, как и ты. Вместе будете ругать в одно время. Так, ребята, кто с нами давно, вы должны помнить нашу Борго Сан-Лоренцо. Наш городишко, где мы жили, мы снимали, как это красиво. Вот такие улочки, вот такие гирляндочки, вот такое все милое. И мы прям практически попали сюда. Правда, это Портофино, но в целом все очень-очень похоже. Дзелотерия, магазинчики, вот эти улочки, такие тихие, как в сказке вообще. Это не мечта. Обязательно, обязательно побывайте за свою жизнь в Италии. И это просто сказочно. И это в реальности прямо сейчас так же есть и в Италии все это выглядит. Вход в дом сразу вот так. И тут может оказаться сразу же вот кухня. Заходишь, и тут же какая-то комнатка, и тут кухня какая-то. Виа Портофино, это улица. Вот. Так, и дальше еще улочки пошли. Так, фокус, вот она дальше, лавочка. Кайф просто. Вселенная нам дала возможность все-таки попасть в этот отель. Классно, да. Так, и вот там что. Там какая-то... Пошли, Саш, еще какая-то пьяца. Куча туалетов тут все-таки по-итальянски. О, это божественно. И да, беседочка такая. Фонарики, огонечки. Италия, my love. Музыка италиська играет. Так, и там дальше уже, скорее всего, в номерах. О, боже. Вот она, пьяца. Какая-то пьяца. То есть площадь. Класс. Вот здесь можно даже вот присутствовать, что у них какая-то еда тут есть. Я предлагаю поушинку. Галерея Портофино. Да. Любимая, мы попали в Италию. Балкончик. Опять мы в Италии. Я так счастлива. Класс. Так счастлива. Давай мы будем жить в Италию. Ну, я думаю, на старости лет почему нет. А какой на старости? Ну, зачем мне там на старости, там сыра на старости. Как красиво тут, смотрите. Вау. Вау. Итальянские мотоциклы стоят. Мы как будто в Италию попали прям. Реально. Так. А ну-ка, это у нас... Смотри, смотри, сразу прорвался десант. Ля-ля-ля-ля. Уэээ. Вообще шок. Нет бедешки. Сейчас посмотрим, кстати, в мини-баре что-то есть. Это не по-итальянски. Такого быть не может. Так, у нас есть холодильник. Ааа. Мини-бара нет. Где еда? Эй. Где еда? Еды нет, мини-бара нет, ни бедешки нет. Все. Выезжаем. Так, ну ванна такая. Ванна у нас. Привет всем. Главное, есть утюг. Это уже хорошо. Так, ребята, кто с нами с самого начала? Кто смотрит нас еще из Италии? Вот в Италии все началось. Начался этот ютубчик, да? Пошли, булочки. Пойдем кушать итальянскую еду. Побежали, побежали, ебуйся. Бежим. Девчонкам дали сразу разукрашки какие-то. Алиса, ты что, кроссворд какой-то разгадываешь? Алиса, какой-то головоломку разгадывает. Что ты заказала? Макарошки с креветками, да, какие-то. Я заказал крылышки. Света заказала мясо-салатик. Сейчас как принесут нам все итальянское. Девчонкам принесли пиццу. Смотрите, какая прям итальянская пиццуля выглядит. Супер вкусно. Кто-то сейчас нажмет на паузу и побежит к холодильнику. Я точно знаю. Ты так делаешь, когда еду показывают? Да? Или нет? Ничего. Николь, например, все время так делает, да, Николь? Когда ты видишь какую-то еду, бежишь к холодильнику? Да. У меня нет фифейские. У меня нет фифейские. Нет у меня фифейские. Так, а вот и паста Николь. Николь, правда, не елась быстрая. Она такая, походу. Паста большая, да, Николь? Невероятно. А Света свое мясо просто... Все, нет и дам. Это пирожечка? Да. Быстро закончилось мясо. Нет, нет, пирожечка.